МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это вовсе не выставка рабочей техники, а настоящая подготовка к рабочим будням. Водители самосвалов и тракторов получают задачи. Руководит лично заместитель главы администрации по ЖКХ и инфраструктуре Юрий Куров. Там убрать тротуар и снег на вал. Там метров, наверное, 50. Ночная смена в разгаре. Время суток темное. Задачи не те, что днем. До рассвета дорожники должны успеть вывести как можно больше снега. Ночной дозор усилили. К работам привлекли дополнительную технику. Чтобы жители города смогли спокойно выехать на работу и пропарковать свой автомобиль. Около 30 единиц техники расчищают город от снега. Минувшая зима была снежной, но сложившаяся ситуация не является чрезвычайной, отмечает администрация города. Сейчас главная задача убрать снег в значимых местах. Каждую ночь с 11 вечера до 7 часов утра специализированные техники активно чистят социальные объекты. Остановочные павильоны, автостоянки. Все работают на полную мощность. Мы понимаем, что весь снег вывести невозможно, но по максимуму его вывести для того, чтобы не получилось стать ситуацией, которая получилась в том году весною. Потому что, вы как видите, погода опять уходит с минуса на плюс, с минуса на плюс, а это очень негативно сказывается на состоянии асфальтного покрытия города. Все-таки максимум вывести снег из города мы постараемся. Уборка снега под жестким контролем. Юрий Владимирович совместно с ответственными от подрядных организаций объезжает место работы. Как выяснилось, уборка идет в штатном режиме. В связи с большим количеством автомобилей на дорогу города днем принято решение работать ночью. Впрочем, из самих рабочих устраивает такой график. По словам водителя трактора, за ночь он успевает отгрузить 50 самосвалов. От такого усердия снег, конечно, не растает, но куч становится все меньше. Снега здесь каждой минуты все меньше. И все больше на снегоотвалах. Делать выводы по освобождению города от снега пока рано. На следующей неделе работа продолжится. И ближе к началу апреля можно будет подводить итоги. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, Амир Кедрасов, телекомпания АРИС. Новости. Продолжаем выпуск. Сменим тему снега на его иное агрегатное состояние – воду. А она в этом году может оказаться большой. Павод окажется в апреле, но к его встрече готовится уже сейчас. Согласно прогнозу Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, запасы воды в снежном покрове в реке Белые в настоящее время на 48% превышают средние многолетние значения. На 50% выше нормы и высота снега по бассейну реки Белые. И хоть Кумертау и находится на горе, у городского округа есть населенные пункты, где жители ждут весну с насторожностью. Первые проблемы с подтоплением ожидаются в городском округе во второй декаде апреля при активном таянии снега. В этом году природа не поскупилась на его количество. Под ударом неизменные места. В городском округе существует карта-схема таких участков. Каждый год она обновляется. Но основные болевые точки известны – село Ира. В зоне риска около 70 домов. Весной река Белые несет определенную опасность для жителей села Ира. Снег начинает таять. Уровень воды в реке повышается. Это создает угрозу затопления домов, находящихся в населенном пункте. Но уже на сегодняшний день подготовка к паводку началась. Создана бригада спасателей численностью 20 человек. Подготовлено 4 единицы техники. Кроме этого лодки и водолазные снаряжения. Есть теперь в арсенале бригады МЧС и доска спасательная. Передвигается по любой поверхности. А главное – не тонет в воде. За паводковой ситуацией организован постоянный мониторинг. Отдел по работе с территориями, которые находятся в вырывке. У нас есть представитель вырывки. У нас есть сирена, которая оповещает. Мы это отрабатываем с помощью смс-сообщений. И уже по погоде мы смотрим на наступление уже плюсовых температур ночью. У нас мы ставим ответственность дежурных круглосуточно именно на этот участок, где попадает зона подтопления. Но прежде чем вход пустит спасательные средства, необходимо предупредить попадание талой воды в дома. Во всех населенных пунктах, которые находятся в зоне риска, будут проведены беседы с жителями. Им дадут подробную инструкцию, как вести себя в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Если есть возможность покинуть помещение, собрать документы, выйти из дома. По возможности, если нет такой уже вокруг дома вода, занимать верхние чердаки, на крышу. Можно ждать спасения, соответственно, позвонить в службе. Спасательные отряды в ближайшее время проведут учения. Таким образом, специалисты готовы к самому худшему сценарию прохождения паводка. Планируется проведение тренировок на водоеме. Выезжаем мы каждую весну, мы выезжаем всем отрядом на водоеме. И проводим тренировку, как проводить спасательные работы в условиях тонкого льда, подтаявшего, рыхлого. То есть спасатели ползают в воде со всякими приспособлениями, чтобы суметь оказать помощь. По словам жителей села Ира, сильной угрозой для их населенного пункта последнее время не наблюдается. Но все равно готовы к чрезвычайной ситуации. В связи с строительством Иштугановского водохранилища, в последние годы половодия у нас такого сильного не наблюдается. Потому что плотина сдерживает напор воды, который поступает. И сильной угрозы такой силуиры после 90-х годов не стало. Вот сейчас, если снега много, если тепло будет, то будет хорошо. Как вы готовитесь, как справляетесь с этим? Ну как? Каждый по-своему. Ну вы как? Ну как, лодку и все. И бабушку, мать там, и эвакуировать на верхнюю улицу и все. И все-таки масштабного половодия этой весной, по словам специалистов, ждать не стоит. По прогнозам, подъем воды ожидается в пределах нормы. Однако, последнее слово, как всегда, остается за погодой. Константин Меркшев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В субботу торговый центр Кумертау стал местом проведения городской акции «Дармарка». Помочь одной части граждан легко и безболезненно расстаться с утратившими нужность вещами, а другой части позволить приобрести эти вещи абсолютно безвозмездно. Это главные цели «Дармарки». Ровно 12 часов двери одного из павильонов торгового центра Кумертау открылись для посетителей «Дармарки». Принести ненужное и найти необходимое. Получить бесплатные вещи мог каждый желающий. Как в сказке, неравнодушные кумертаусцы создают маленькое чудо для своих граждан. Ну, я думаю, просто у людей есть вещи, неплохие вещи лежат, куда деть некуда. У меня вот костюмы, допустим, были, хотела в комиссионный магазин отнести. Магазинов-то таких нет. Вот услышала в рекламе, думаю, пойду отнесу. Новые вещи ни разу не одеванные. Может быть, кому-то пригодятся. Пенсионерка Эмилия Александрова постоянно принимает участие в «Дармарке». Недавно она побывала в городе Казань и посетила одну из таких акций. Был такой момент, в Казани была выставка, барахолка. Очень много отдала сувениров, как бы, ну, значков. Всё, что, казалось бы, мне уже теперь не нужно. Я очень довольна, что эта вот программа и эта «Дармарка» в нашем городе. «Дармарка» от слова «дарить», говорят организаторы. Все товары или подарки дарители несли всю неделю. В чистом и пригодном для дальнейшего пользования виде. Основная цель – помочь. Одним обрести, а другим избавиться от ненужных вещей. Такие социальные акции уже не редкость в больших городах. И мы тоже присоединяемся к этой большой работе. Я думаю, что это очень полезная площадка, во-первых, для общения людей и обмена ненужными вещами, которыми мы можем поделиться с другими. Бесплатную ярмарку посетило около 600 человек. От школьников и студентов до пенсионеров. Практически каждый приносил свою ненужную вещь. Взамен брал любую понравившуюся. Вещи, которые могли оказаться на свалке, находят своё место на «Дармарке». Довольны от мероприятий остались не только организаторы, но и жители города. Люди вот сейчас смотрят, берут, покупают. Это всё же без дар дают, люди приносят. Ну, всё равно живут. Кто-то не носит, выбрасывали всё это, уносили нам мусор, а муж кто-то поносит ещё. Не все богатые, можно прийти посмотреть, правильно же? Не все богатые. А вот смотрите, какие вещи все хорошие. Вообще молодцы. Я в шоке, первый раз такое вижу. Сама не здешняя, приехала только в гости. Приятно, доброта. Кругом добро. Все улыбаются, все довольны. Добрые дела на этом не заканчиваются, говорят организаторы. Подобная социальная акция станет теперь для города традиционной. Интерес очень большой у горожан. Мы этому очень рады. Эту традицию мы будем продолжать. И я думаю, что периодически объявлять такие дармарки у нас в городе. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Городская среда, парки малых городов, реальные дела. Всё это партийные проекты «Единой России», которые планируются реализовать в ближайшее время в городе. О сути этих проектов и о сроках Константин Меркушев. 15 марта в здании администрации городского округа состоялось первое заседание фракции «Единой России». Расширенный совет проходил с приглашением депутатов Государственного собрания Курултай, руководителей местного отделения партии «Единой России» и с участием чиновников. Вел заседание депутат совета городского округа Алексей Сухачев. На повестке стояло три вопроса. Один из них – на какой стадии находится реализация федеральных проектов? Данное заседание было посвящено реализации федеральных проектов политической партии «Единой России» в городском округе город Кумертау, который называется «Городская среда» и «Парки малых городов». В ходе заседания была заслушана суть и содержание данных проектов, доведена информация до депутатов, а также до приглашенных. В проекте «Парки малых городов» участвуют горожане. Для них разработан социологический опрос. Именно жители нашего города выберут, какой из трех парков будет реконструирован. Голосование и общественное обсуждение продлятся в течение 30 дней. Другой проект «Реальные дела» уже на финальной стадии. Выбрано общеобразовательное учреждение, куда на благоустройство и реконструкцию спортивных площадок будет выделено около полтора миллиона рублей, говорит руководитель местного отделения партии «Единой России» Елена Решетникова. Этот проект всегда финансируется как? Нам выделяют бюджет Республики Башкортостан, сумму которой в этом году будет 987 тысяч. 500 рублей. И, конечно же, еще поддержка местных властей, местного бюджета. Это тоже, ну, в пределах, наверное, миллион 600, миллион 500 у нас всегда уходит на реализацию проекта «Реальные дела». Мы очень хотим помочь некоторым школам привести беговые дорожки, спортивные площадки, в общем-то, в норму и в порядок. 31 марта наказ проекта «Реальные дела» уже официально должен быть оформлен и отправлен в Курултай на утверждение. И в ближайшее время можно приступить к восстановительным работам. Константин Меркшев, Владимир Кузьмин, Телекомпания Алис. Сегодня работники торговли и бытового обслуживания населения жилищно-коммунального хозяйства принимают поздравления по случаю своего профессионального праздника. В нашем городе работники этих отраслей принимали официальные поздравления в пятницу на торжественном мероприятии. В зале Дома культуры «Рассвет» праздничная атмосфера. На торжественные мероприятия приглашены все, чья деятельность связана со сферами бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Собравшись с профессиональным праздником поздравил заместитель главы администрации по строительству ЖКХ и инфраструктуре Юрий Куров. Он отметил, что жизнь современного общества невозможно представить без участия специалистов этих отраслей. Все мы хаем жилищно-коммунальное хозяйство, все мы эти проблемы обсуждаем. Все мы говорим, что там все плохо. Но поверьте, там совсем неплохо именно благодаря тем, кто в этой сфере работает. Поэтому от всей души поздравляю всех коллег с праздником. Хочу пожелать семейного благополучия, терпения, удачи и хорошего весеннего настроения. В рамках мероприятия состоялось награждение лучших работников сверхбытового обслуживания населения и ЖКХ. Это специалисты предприятия Кумертауские тепловые сети, Межрайкоммунводоканал, транспортная база, МОПДОР, управляющих компаний и других. Несомненно, от профессионализма, компетентности, ответственности работников этих отраслей зависит быт, уют и комфорт каждого жителя. Накануне праздника они передали пожелания своим коллегам. Моим коллегам я хочу пожелать успехов в работе. У нас, конечно, не очень легкий труд. Ну, что еще пожелать им? Всего-всего хорошего. Ну, конечно, первое здоровье. Естественно, это самое первое. Ну и, как естественно, всем охота повышения заработной платы. Вот, и коллегам тоже самое всем. Чтобы жилищно-коммунальное хозяйство росло крепло. В преддверии праздника Дня работников жилищно-коммунального хозяйства, хотелось бы пожелать своим коллегам здоровья, семейного счастья, благополучия, терпения в нашей тяжелой, нелегкой работе, ну и процветания. Жизнь каждого жителя города неразрывно связана со сферой бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. В адрес людей почетных профессий со сцены прозвучало немало теплых слов и поздравлений. Творческие коллективы города порадовали зрителей яркими номерами и подарили всем хорошее настроение. 17 марта детско-юношеская спортивная школа провела массовые лыжные соревнования среди учащихся общеобразовательных учебных заведений нашего города. Более 200 спортсменов вышли на старт. По традиции соревнования состоялись на городском лыжном стадионе. Минус пять, солнце и лишь лыжники кругом. На лыжном стадионе прошли городские соревнования среди школьников по лыжным гонкам. Мероприятие началось с торжественного построения участников, где гонщиков поприветствовал директор детско-юношеской спортивной школы Сергей Андрюшин. По традиции общевыразовательные учреждения выставили на гонку участников больше, чем требовалось по регламенту. Таким образом, на старт выходит более 260 спортсменов, которые порадовали зрителей не только своим участием, но и быстрыми секундами. В день прохождения соревнований гонка свободным ходом. По словам организаторов мероприятия, трасса находится в идеальном состоянии, поэтому гонка получится быстрой. Превосходная погода. Трасса подготовлена отлично. Нарезанная лыжня на спусках, на подъемах. Трасса жесткая. Все довольны. Настроение у всех замечательное, боевое. Результаты, я думаю, сегодня будут тоже просто хорошие. Первыми на старт вышли школьники. Перед участниками соревнований стояла задача преодолеть непростую дистанцию, длиной от 1 до 5 километров. У подготовленных лыжников больших сложностей не возникло. Зато новичкам, чтобы добраться до финиша, пришлось изрядно попотеть. Даже пересекая финишную черту, они рушились без сил на снежное покрытие. Следующими на лыжню вышли взрослые. Для них состоялся зимний фестиваль сдачи норм ГТО. Для большинства участников сдачи норм ГТО не новинка. И многие уверены в своих силах. Чувствую себя молодым до сих пор. И хотел бы самому себе доказать, что я еще смогу. Просто интересно. Люблю занимать места. На лыжах я с детства стою. Отец с 5 лет поставил. Бегал раньше в школе и в горном, когда учился. Да что ожидаю? Знаю, что уложусь по времени. Ну да, что я уложусь по времени в своем возрасте. Норматив я смотрел, знаю. Свои барьеры какие-то внутренние преодолеть. Посмотреть, могу ли. Более опытные участники соревнований подали пример подрастающему поколению. Это огромный шаг для привлечения молодежи к здоровому образу жизни. Сейчас идет очень большая работа по созданию массовости в сдаче нормативов ГТО. И, ну, по крайней мере, все дети, которых я знаю, очень желают сдавать, сдают. Но тут загвоздка у кого-то в плавании. А так все сдают. Следующий этап сдачи ГТО состоится 19 марта. Любители спортивной жизни будут сдавать подтягивания, отжимания, пресс, подъем гири и плавание. В пятницу весь мир отмечал День сна, который уже несколько лет проводится по инициативе Международной ассоциации медицины сна. Всемирный День сна проводится с целью обратить внимание населения на масштабную проблему, связанную с нарушением важнейшей функции человеческого организма. Ученые и врачи констатируют, что почти 60% жителей нашей страны страдают расстройством сна. Польза сна, безусловно, не подлежит сомнению. Но врачи со многих считают, что излишне спать тоже вредно. Сон, как в течение 10 часов для взрослого, здорового человека, также вполне может привести к депрессиям, к апатии, к головным болям. Необходимо соблюдать норму сна, которая равна приблизительно 6-8 часам. Конечно, если размышлять философски и глобально, то становится жаль той трети нашей драгоценной жизни, которую каждый из нас тратит на сон. Но нужно помнить и о том, что сон не только делает нашу жизнь полноценной, позволяет нам восстанавливаться после напряженного дня или болезни, но и тем самым продлевает ее. Поэтому полноценного и хорошего вам сна. Ну и в продолжение темы. Компания Яндекс ко Всемирному дню сна составила карту сновидений россиян, сообщается на сайте компании. Чтобы узнать, что именно снится россиянам, в компании проанализировали поисковые запросы российских пользователей. В каждом регионе есть свои характерные сны, те толкования которых здесь ищут больше, чем в среднем, отмечается в сообщении. Скажем, в Челябинской области людям снятся метеориты, в Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областях популярные религиозные сны со святыми, священниками и иконами. В Крыму снятся море, дельфины и волны, в Ставропольском крае грецкие орехи и абрикосы, в Москве метро, электрички и Святая Матрона, а в Санкт-Петербурге метро черника и клюква. Жители нашего региона интересуют сны, связанные с чаепитием, валенками, черемухи, мечети. Единственный конкретный человек, которого часто видят во сне, это Владимир Путин. Чаще всего он снится, кстати, в Чечне. Что ж, желаем вам отличного завершения выходных. Удачного начала рабочей недели. До встречи на телеканале АРИС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова